Приветствую, сегодня предлагаю вернуться в более далекое прошлое, а именно к заселению Европы людьми современной анатомии. Это своего рода дополнение к предыдущему ролику про кроманьонцев. Переход между средним и верхним палеолитом в Европе, начавшийся примерно 47 тысяч лет назад, совпал с распространением современных людей и исчезновением неандертальцев около 40 тысяч лет назад. Анализ геномов неандертальцев и современных людей показал, что поток генов между ними происходил примерно 60-50 тысяч лет назад, вероятно в Юго-Западной Азии. Однако на данный момент не так много информации о самых ранних анатомически современных людях Евразии, которые жили более 40 тысяч лет назад и об их взаимодействии с древними популяциями, а также вкладе в современные. К примеру, представитель румынской пещеры Пештераку Уасе, Уасе-1, возрастом от 37 до 42 тысяч лет и устешимский человек возрастом около 45 тысяч лет, не демонстрирует генетических связей с последующими евразийскими популяциями, в отличие от человека из пещеры Тянь-Юань, неподалеку от Пекина, возрастом около 40 тысяч лет, который внес свой вклад в генетическую родословную древних и современных восточно-азиатских популяций. Также интересно и то, насколько интенсивно современные люди смешивались с неандертальцами, когда они расселялись по Европе и Азии. Прямые свидетельства недавнего скрещивания с неандертальцами около 4-6 поколений ранее существуют только для кроманьонца Уасе-1. В связи с вышесказанным особый интерес вызывают общегеномные данные из новой работы древних обитателей пещеры Бачукира в Болгарии с максимальным возрастом между 46 и 43 тысячами лет. Начальный верхний палеолит группирует вместе каменную индустрию, которая хронологически находится между средним и верхним палеолитом, охватывая широкий географический ареал от Юго-Западной Азии, Центральной и Восточной Европы до Монголии, демонстрируя при этом большую региональную изменчивость. Поэтому возникают вопросы, указывает ли каменная индустрия на расселение анатомически современных людей по средней широте Евразии или на распространение определенных технологических идей, а также на примеры независимых изобретений или комбинацию различных перечисленных факторов. Помимо этого, начальный верхний палеолит является современником поздних неандертальских стоянок в Центральной и Западной Европе и на несколько тысяч лет предшествует более поздним, протоориньякским и ориньякским верхнепалеолитическим технокомплексам Европы. В ходе недавних раскопок в пещере Бачу-Киро был найден зуб и четыре костных фрагмента, которые были непосредственно датированы радиоглеродным методом между 45930 и 45580 калиброванными годами до настоящего времени. Исследователи также получили дополнительные данные по нижней челюсти, которая была найдена вне какого-либо археологического контекста в Пештераку-Оасе-Румынии, именуемая Оасе-1, возрастом от 42 до 37 тысяч лет. Также, помимо работы по Бачу-Киро, параллельно вышла статья по участку «Золотой конь» Канепрусских пещер в Чехии, где авторы проанализировали геном древней женщины. Однако с датировкой образца возникли проблемы, что может ошибочно помещать женщину из Чехии на линию, ведущую к устешимскому человеку, потому как авторы ставят возраст 45 тысяч лет. Ссылку на статью с обзором датировки оставлю в комментарии, а по ходу результатов Бачу-Киро буду упоминать и анализ генома из Чехии. Результаты. Данные анализа маляра F6-620 и фрагмента кости AA-7738 указали на то, что они принадлежат одному и тому же человеку или однояйцевым близнецам, что гораздо менее вероятно. А пополняя базу древних мужских линий, исследователи определили у одного гаплогруппу FM-89 и у двоих C1-F33-93. Хотя гаплогруппа C распространена среди мужчин из Восточной Азии и Океании, обе гаплогруппы F и C1 редки у современных людей и встречаются только с низкой частотой материковой Юго-Восточной Азии и Японии. А гаплогруппы митохондриальной ДНК у обитателей пещеры Бачу-Киро принадлежали к линиям U8, R, M и N. Примечательно, что гаплогруппа женщины из Каннепрусских пещер Чехии также принадлежит гаплогруппе N. Авторы исследования оценили степень генетического сходства между людьми из Бачу-Киро и другими ранними анатомически современными людьми. Три самых древних жителя, которым около 45 тысяч лет, были более похожи друг на друга, чем на любого другого древнего человека. А более молодая представительница Бачу-Киро, возрастом 35 тысяч лет, Бекея-1653, больше похожа на представителей позднего верхнего палеолита из Европы, возрастом от 38 тысяч лет и менее. Как человек из бельгийской пещеры Гое, Q116-1 и люди, сгруппированные в кластер Вестанице, связанные с гравецкой культурой. А при сравнении древних жителей пещеры Бачу-Киро с современными популяциями, исследователи обнаружили, что люди начального верхнего палеолита разделяют больше аллелей с современными популяциями Восточной и Центральной Азии, а также Америки, чем с популяциями Западной Евразии. И наоборот, более молодой образец от женщины Бекея-1653 имеет больше аллелей с современными популяциями Западной Евразии. А сравнение представителей Устешима, Уасия-1 и Бачу-Киро с образцом костенки 14 Воронежской области России показало, что устешимский человек и Уасия-1 не внесли своего вклада в более поздние евразийские популяции. Однако представители Бачу-Киро начального верхнего палеолита показали больше общих аллелей с обитателем китайской пещеры Тянь-Юань, древними жителями Сибири и коренными американцами, чем с образцом костенки 14. А среди других людей верхнего палеолита Западной Евразии, самые древние образцы Бачу-Киро имели больше аллелей с Уасия-1 Румынии и Гоя-Тю-116-1 Бельгии, в отличие от костенки 14. Примечательно, что ранее было показано, что образец Гоя-Киро-116-1 разделял больше аллелей с ранними жителями Восточной Азии, чем другие жители Европы аналогичного возраста. Интересно, что геном женщины из чешского участка Золотой конь также продемонстрировал наибольшую близость к современным азиатским популяциям. Однако последующие анализы показали, что она не внесла генетического вклада ни в более поздних европейцев, ни в азиатов. В связи с чем авторы предполагают, что она жила до разделения на европейские и азиатские линии. Но не будем забывать, что все упирается в датировки. Исследовав модели популяционной истории, используя графики примесей, авторы обнаружили, что представители начального верхнего палеолита Бачо-Киро были связаны с популяциями, которые внесли свой вклад в происхождение жителей Тяньюань в Китае, а также в меньшей степени с жителем пещеры Гоя-Кю-116-1 и Устешимским человеком. Это проясняет ранее сложную для объяснения связь между образцами Гоя-Кю-116-1 и человеком из Тяньюань, причем без необходимости передачи генов между этими двумя географически удаленными регионами. Модели также предполагают, что более поздняя жительница Би-Кей-1653 возрастом около 35 тысяч лет принадлежала к популяции, которая была связана, но не идентична, с популяцией родственной Гоя-Кю-116-1, и что кластер Вестаницы, представители которого ассоциированы с гравецкими сборками, получили часть своих предков от этой популяции, а остальную часть от популяций, связанных с жителями стоянки Сунгирь-Владимира возрастом 34 тысячи лет. Кстати, по поводу сунгирцев. В новой недавно опубликованной работе ученые оценили климатическую адаптацию людей верхнего палеолита стоянок Сунгирь-Имладич в Чехии. В ходе исследования ученые обнаружили несколько аспектов, связанных с формой лица, особенно что касается внутренних и внешних размеров носа, а также гайморовых пазух, которые сильно связаны с температурой и влажностью окружающей среды. Оба кроманьонца продемонстрировали адаптацию к сухой среде, однако человек стоянки Сунгирь сильно ассоциировался с холодными температурами, в то время как младич с температурами, характерными для теплого и жаркого климата. А в целом результаты упомянутой работы предполагают относительно быструю адаптацию морфологии лица в Европе верхнего палеолита. Это к вопросу, как много открытий и информации появляется в науке чуть ли не ежедневно. Связь с неандертальцами Поскольку представители начального верхнего палеолита Бачо Киро жили в то же время, что и некоторые из последних неандертальцев Европы, исследователи оценили долю неандертальской ДНК в их геномах. В результате получилось от 3 до 3,8% неандертальская ДНК, что больше, чем 1,9% у более молодой жительницы Бачо Киро, BK 1653 и в среднем у других древних и современных людей, за исключением у ося-1 Румынии, у которого было 6,4% этой родословной, и за более близкого родственника неандертальца. Так же, как и для всех изученных до сих пор людей, ДНК неандертальцев, которые внесли вклад в древних обитателей Бачо Киро, была более схожа с таковой у неандертальцев Хорватской пещеры в Индии 3319 и Чагырская 8, в отличие от неандертальцев из Денисовой пещеры. А благодаря распределению длинных сегментов ДНК неандертальцев было установлено, что образец из Бачо Киро F6620 с 3,8% неандертальской ДНК обладал самым длинным сегментом в 279,6 сантимарганит и имел неандертальского предка менее шести поколений ранее на своем генеалогическом древе. Двое других представителей имели предков неандертальцев в своих семьях около семи поколений назад. Таким образом, все жители пещеры Бачо Киро начального верхнего палеолита имели неандертальских предков в своей недавней семейной истории. Дальнейшее сравнение сегментов неандертальской ДНК из Бачо Киро с таковыми у современных популяций, так же как и в других анализах, показало, что люди из Бачо Киро начального верхнего палеолита разделяют больше сегментов неандертальской ДНК с современными восточно-азиатскими популяциями. А менее древняя представительница Бикей-1653 возрастом 35 тысяч лет, наоборот, разделяет больше сегментов неандертальской ДНК с современными западноевразийскими популяциями. А что касается древней жительницы Чехии из Канепрусских пещер, то у нее вклад неандертальской родословной составил 3,2%. А по длине сегментов определили, что эта примесь произошла примерно за 70-80 поколений до того, как она жила, что сильно отличается от исследованных представителей Бачо Киро. А подсчет по этому методу неандертальского вклада в устешимского человека показал дату смешения с неандертальцами около 94-99 поколений ранее. Но как и в случае с Бачо Киро, этот вклад был больше связан с европейскими неандертальцами, чем с более древними неандертальцами из Горного Алтая, в отличие от Чагирской-8, из второй волны миграции неандертальцев на Алтай. Выводы. Геномы из Бачо Киро показывают, что в Евразии начального верхнего палеолита существовало несколько различных популяций анатомически современных людей. Некоторые из них, такие как Куаси-1 и Устешимский человек, не внесли генетический вклад в более поздние популяции. В то время как самые древние люди из Бачо Киро внесли свой вклад в более поздние азиатские популяции, а также в некоторые западноевразийские, такие как представители Гоя Q116-1 из Бельгии. Это согласуется с расселением людей в начальном верхнем палеолите и распространением археологических комплексов, от Центральной и Восточной Европы до современной Монголии. В итоге популяции, связанные с самыми ранними жителями Европы начального верхнего палеолита из Бачо Киро, исчезли в Западной Евразии, не оставив заметного генетического вклада в более поздние популяции Европы, в отличие от менее древней представительницы Бикей-1653, которая была ближе к современным европейским популяциям, чем к азиатским. Идея о последовательной смене населения в Европе также согласуется с археологическими данными, где индустрия начального верхнего палеолита отчетливо выделяется на фоне сборок среднего палеолита, а также отличается и от последующей ариньякской культуры. Также примечательно и то, что все четыре представителя древних европейцев из Бачо Киро по-родственному пересекались с поздними неандертальцами в недавнем прошлом. А это может указывать на то, что смешение между неандертальцами и анатомически современными людьми, прибывшими в Европу, было еще более распространено, чем предполагалось. А всем хорошего настроения и до новых выпусков. И не забывайте про поддержку канала на патреоне или на других ресурсах.